здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал ермак был гигант или удивительные факты из ремезовской летописи значит вы наверное уже много читали смотрели эту самую ремезовскую летопись давайте я вам покажу интересные места и факты там не есть 154 рисунка я вам покажу места на которые немногие обращали внимание а точнее вообще не обращали внимание и я вам покажу то что я заметил на этих рисунков из этих из этой летописи там их 154 штуки и зачитаю вам некоторые интересные места значит вот так вот эта летопись выглядит краткая сибирская летопись кунгурская для начала давайте я вам кое-что из этой летописи зачитаю все это в открытом доступе а вы сами подумаете стоит ли доверять этой самой летописи и как на нее смотреть после того что я вам сейчас прочитаю петербург 1880 год значит как вы знаете один о делах ермака мы знаем именно вот из этой летописи более никаких документах от а его нам походе нам неизвестно давайте я вам кое-что зачитаю чтобы сразу поняли стоит ли доверять этой самой летописи и кто ее нашел и еще и неизвестно кто ее писал вот тут вот маленькая сноска в академию она поступила от профессора миллера что видно из следующей надписи то есть ребята все вы прекрасно знаете о трех вот этих мужиках миллер шлёцер и байер то есть понимаете да с какой позиции они писали с позиции обосрать оболгать и понапридумывать об россии всяких невероятных вещей так в академию она поступила от профессора миллера что видно из следующей надписи находящийся на внутренней стороне переплета 1744 год принято от профессора миллера привезена из сибири ниже этой надписи другим почерком а господин профессор миллер достал сию книгу в тобольске от калешского асессора провинции енисейской воеводы петра федорова сына мировича и онную книгу подписал 1759 году августа 20 числа будучи в библиотеке и спрося об оной усы у содержателя библиотеки миллер пользовался ею при составлении описание сибирского царства изданного академии наук в 1750 и 1787 году вот такая вот значит интересная заметка ребята то есть то что тут написано нужно сразу делить на 16 но мы все равно ребята будем ее с вами смотреть и я вам покажу интересные места которые знамо или незнамо может быть по упущению может сбуду на но он нам все равно кое-какие интересные места оставил поехали дальше есть значит у меня вот такой вот интересный ролик космография сибасьяна мюнстера или как меня носом по столу возили где вам показываю как один значит исследователь написал вот такую вот статью о загадочной мировой войне в космографии сибасьяна мюнстера значит вот тут вот он пишет посмотрев видеоролик невероятная историческая книга 1554 году в котором автор это он про мой ролик говорит есть у меня вот такой ролик невероятная историческая книга 1554 год в котором автор задает множество вопросов и внушает зрителю мысль о мифической мировой средневековой войне прямого и косого креста мне захотелось самой разор самому разобраться в этой теме и что из этого вышло читаем далее ну и значит вот он говорит здесь а что никакой нафиг войны косого и прямого креста не было вот обратите косой крест прямой крест то есть это всего лишь тут а дело то в чем было в том что не хватало у него значит вот этих вот дочечек чтобы отпечатать достаточное количество гравюр в этой книге ну и он брал значит одну и ту же гравюру какой-то там такой локальный конфликт значит был там черт знает с кем и черт знает когда ну и шлепал значит поэтому то есть войны никакой не было а это так значит ну чисто совпадение давайте я вам значит из ремезовской летописи ребята покажу опять таки понимаете это был себастьян мюнсер а я вам покажу теперь как в ремезовской летописи оказалась та же самая интересная гравюра где опять таки изображено изображен бой или война между косым и крестым и ой косым и прямым крестом ну и вот собственно этот самый рисунок обратите внимание ребята прямой и косой крест то есть так как нарисовано в космографии себастьяна мюнсера война между прямым и косым крестом имела место быть и нашла она отражение в ремезовской летописи то есть вы хотите сказать да не вот тут вот видите что как бы не явно нарисовано ну сейчас я вам покажу другой рисунок из этой же ремезовской летописи и вы увидите что это именно прямой крест вот он косой вот он прямой так секундочку так вот обратите внимание вот значит бьются вот он вам прямой крест и еще что самое удивительное ребята значит рисунки эти ну как бы бьется он с кучумом но обратите внимание на флаги когда вы полистаете и посмотрите с одной стороны то есть та сторона которая подразумевает войско ермака на флагах нарисованы значит или образа это богородица с ребенком либо значит иисус христос но вторая ребята сторона художник прям упорно не хотел рисовать ничего на их не флагах ну то есть на флагах войска кучума обратите внимание вот значит эти флаги со стороны ермака а со стороны кучума на флагах он упорно не хочет рисовать ничего оставляет пустой квадратик но там что-то должно было быть вы скажете да ну ну там просто места не хватило чтоб что-нибудь нарисовать и ребята он здесь рисует богородицу даже на очень маленьких флагах то есть причем ребята хочу обратить ваше внимание как вот эти вот флаги войска кучума похоже вот на какие флаги сейчас я вам покажу обратите внимание войске кучума флаги похоже на наши русские стяги обратите внимание он прям так вот этот стяг там так и рисуется в войске кучума но вот в этом квадратике ребята автор кто там эту ремезовскую летопись то рисовал он не хотел рисовать скорее всего там был георгий победоносец то есть война это ребята была скорее всего религиозная так ну давайте вернемся значит к летописи немного полистаем я вам покажу пустые места на 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 стяге вот обратите внимание войска вот они эти стяги сейчас мы дойдем и вы сами увидите что с одной стороны даже на мелких флагах он рисует значит богородицу с иисусом на руках а на других стягах со стороны кучума он прям таки но отказывается ничего не рисует ребята просто остается белый квадрата квадратик обратите внимание вот такие меленькие значит вот он видите да меленькие прорисовывает вот здесь вот то ли иисус христос вот здесь вот богородица ну может какой-то другой там николай угодник или еще видите да а вот тут вот ребята обратите внимание вот она войска кучума вот они стяги а сейчас я вам покажу пустые а ребята смотрите вот они эти пустые квадратики вот они эти пустые квадратики войске причем обратите внимание на шапки вот этих вот на кучумовых воинов то есть они выглядят точно так же как русские войны сами все полистаете просмотрите удивительные места так теперь отдавайте вот видите да вот они стяги причем и еще ребята что интересно я заметил в этой самой книге что на некоторых войны ермака рисуются как римские войны обратите внимание вот смотрите видите да что-то тут интересное замалчивается в этой самой летописи о чем-то этот самый миллер нам недорассказывает или не хочет рассказывать или предлагает ту историю обратите внимание вот они эти самые самые римские войны смотрите видите да вот он этот самый кучум или кто тут чертова знает так что запутали все обратите внимание вот вот то есть ссылку я вам оставляю много можете вы тут найти интересного если приглядываться внизу значит есть на каждый вот этот рисунок внизу есть значит уже вот тут вот видите да надпись чего кого тут объясняется что этот рисунок означает но так как тут по старому написано то внизу вы увидите сноски которые уже на нормальном русском языке значит объясняют что тут написано и что тут изображено вот такой вот интересный значит смотрите идол стоит это значит идол которому поклонялись вот эти кучумовые войны причем интересно то по истории мы же знаем они магомедане были на но поклонялись они почему-то вот такому-то какому-то идолу еще интересный вопрос ну и теперь ребята давайте-ка мы с вами на главный вопрос тут а который был название ролика заявлен почему я назвал что ярмарк был гигантом давайте я вам кое-что покажу из этих интересных картинок вот значит ребята обратите внимание какой-то здоровый мужик они просто карлики по сравнению с ним вот надо смотреть про кого это тут это про ярмака наверно как его достали с речки когда после того как он у туп обратите внимание какой он огромный ребята вы скажете да не наверное это не ярмарк это какой-то другой мужик давайте я вам покажу именно ярмарк где он нарисован в кольчуге а вот он ребята обратите внимание какой-то здоровенный мужичок этот самый ярмар поехали дальше следующее смотрите ребята он просто огроменный вот значит они его тут разделе его на и вещи значит были они там чудотворные видите да то есть ярмарк был гигантом вы скажете да ну это он наверно там ну просто так нарисовали так как бы придать ему важности что давайте ребята теперь к письменным мы теперь сейчас я вам прочитаю сноску вот эту вот вот то что здесь написано внизу этой книги есть мод сноска на русском языке я вам зачитаю какой был размер кольчуге у ермака так вот она ребята к ней рисунки значит заканчиваются чтобы не говорили что я вам из какой-то другой книги прочитал ссылку я вам оставлю вы можете все сами посмотреть книга заканчивается и пошли сноски значит ну и вот теперь давайте я вам и зачитаю какого было он огромного роста так ребята немного отступлю давайте сейчас я вам прочитаю про кольчугу ермака но перед тем чуть-чуть вам зачитаю тоже интересную вот тут вот заметку о скверных бегунах роксоланах сквер скверные роксолани бегуны возгордившиеся на бога прияша мерзость латинскую от сатаны а не божью помощь уповаша на луке оружие своего падающая аки снопы во время жатвы с несмыслимою мудростью а не духовною аки не неплодная смоковь отметаша пупы свои от ветра велика движимые зелна и бежаше храбро вспыхаю свой нравствен в зиму и попущением за грехи мерзости мерзости реченых от вышнего бога приявших казнь един а горянин горящий тысяча а два двигнета тьмы и се историях их яви написано а еще проповедник когда спасется нечестивый же и грешный где явится видите да про роксолан то есть вы понимаете вот она ребята война то прямого и косого креста значит кто это такие роксоланы роксоланы светлый алан ираноязычная сармато-аланское племя кочевавшая со 2 века до нашей эры по первую половину первого тысячелетия то есть видите как растягивают и этих самых роксолан занесли черт его знает куда да а тут вот тот ремезов значит описывает что эти роксоланы были оказались они почему-то в ремезовской летописи в землях северного причерноморья и дунайского региона так значит ирано ираноязычное сармато-аланское племя значит а кто значит немцы когда шли-то на Русь кем они называли они называли настоящими ариями понимаете вот она ребята и война так ну ладно поехали дальше давайте значит прочитаю про кольчугу так вот и и кем и и Игда же дары понесоша, по наказу, облажь же, спросив у Ульяна, А честь ли панцирь Ермаков? Есть же в дарах не ряд поднесену быть. Ульян же поведа послан, облажь же по росписи, Чин весь оставил, подати мне панцирь, и подаша, он же принят, Вселюбезно облобызал и на главу свою поднял, Хваляще царское величество и любовь, как бы ему утеху, подежну подал. Панцирь же был в пять колец, мудростно, длиною, в два оршина, В плечах оршин с четвертью. Так, ребята, давайте-ка посмотрим, сколько это будет оршин с четвертью. Оршин, десять оршинов, семь метров, то есть один оршин, это будет семьдесят один сантиметр. Оршин с четвертью, это будет девяносто сантиметров, ребята. То есть, понимаете, что мужик в плечах в девяносто сантиметров, Это просто огромнейший, ребята, мужик. Чтобы вы немного понимали, сколько это девяносто сантиметров. Девяносто сантиметров это стандартная входная дверь. То есть, в плечах он еле-еле входил в стандартную дверь. Вот такой был огроменный мужик Ермак Тимофеевич. Так, давайте еще маленько, напоследок вам еще интересное. Вообще тут все нужно читать. Читайте, ребята, ссылку оставляю. Знайте, что то, что тут написано, замылено то, что было на самом деле. То есть, война религиозная была прямого креста с косым крестом. А об Емаке очень много написано вранья. Ну и, естественно, некоторые фантастические вещи поражают. Читайте, вот здесь много чего найдете. И давайте, значит, я вам напоследок кое-что зачитаю. Вот здесь, вот в конце, есть, значит, указатель. Вот. Всякие слова, которые, личных имен, прочитайте. И я вам сейчас, вот смотрите, что хочу зачитать. Читаю, читаю. Бац! Роман. Князь Остяцкий. Вот, ребята, видите? То есть, все, что написано, вранье. Я полагаю, были, как вот тут вот нарисован, такие же русские люди, славяне, русские. Как хотите, называйте. И была это все религиозная, ребята, война. Поэтому оставляю. Может, кто что, может, я по невнимательности кое-что пропустил. Смотрите, что найдете, присылайте, присылайте свои версии, свои думки на эту тему. Что, как думаете. Может быть, мы вместе с вами и разберемся в этой самой истории. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.